Ну, только что долго обсуждали про сборку пакетов из исходного кода, я как раз буду рассказывать о том, что не надо собрать из исходного кода, нужно упаковать бинарники, как есть. В принципе, о чем буду рассказывать… Так, что, она переключается? Однажды я хожу на середину, попросили сказать проповедь. И он вышел и говорит, вы знаете, о чем я буду сегодня рассказывать? Все говорят, нет, не знаем, не знаем. Он говорит, ну если вы не знаете, о чем я буду рассказывать? Я ушел. На следующий день приходит и спрашивает, вы знаете, о чем я буду рассказывать? Все говорят, знаем, знаем. Вы знаете, зачем я буду вам рассказывать? На третий день он приходит и опять задает свой вопрос. Ему, значит, половина людей кричит, знаем, другая, половина кричит, не знаем. Он говорит, ну ладно, пусть те, кто знают, расскажут тем, кто не знает. Вот, я хотел бы спросить, кто-нибудь знает про EPM? Расскажите, пожалуйста, соседям, что это такое. Это я пытался себя успокоить. Значит, в принципе, EPM появился лет 10 назад как такая обвязка вокруг штатных команд управления пакетами в системе, неважно в какой, то есть он работает и на андроиде, и на бсд, и на пылесосе от Xiaomi, и в Fedora, и в Debian, и в Altea, и в Россе, предлагая пользователю или скрипту один и тот же интерфейс командной строки для управления пакетами. Управление пакетами, да, это не только установить и удалить, это получить информацию, разные списки, версии, статус там пакета установлен, не установлен, какие-то провести операции. На самом деле там очень много всего, вплоть до создания репозиториев, добавления. Очень длинный способ. Сегодня не об этом. Вкратце я внизу указал, что главная команда в EPM это EPM install, и это то же самое, что для тех, кто знает Debian, это app install. Если знаешь какой-то пакетный менеджер, легко пользоваться EPM, там все те же команды. Но на самом деле это не EPM, а EPM play. Это одна из команд EPM, которая позволяет устанавливать стороннее программное обеспечение, которое где-то выложено производителем на сайте в совершенно разном виде. При этом EPM play путем разных манипуляций старается обеспечить необходимую совместимость с тем, чтобы то, что будет поставлено, оно еще бы и работало. Вот я тут постарался перечислить, в каком виде пользователь обычно видит, ну точнее поставщик, разработчик, что выкладывает на сайте, с чем приходится иметь дело. Там может быть какие-то архивы самораспаковывающиеся, которые нужно скачать, бинарник на 200 мегабайт, и запустить по-трудому, и дальше надеяться, что вы скачали то, и ничего страшного не произойдет. Либо это просто какой-то архив, в котором есть еще один архив, а в том архиве еще есть разные папки с разными пакетами, и нужно распаковать два архива, найти пакет под нужный вам дистрибутив, ну точнее под нужный вам вы не найдете, поэтому вы будете перебирать все подряд, чтобы найти нужный. Я постараюсь о всем рассказывать в контексте именно систем на альте, хотя EPM применимы для других, но просто для конкретизации. Поэтому вот пойдет речь о том, что можно устанавливать и депп-пакеты, которые будут перепаковываться, об этом чуть позже. Можно устанавливать EPM-пакеты, которые так просто не установятся, потому что в пакетах есть зависимости, и как минимум пакеты разных дистрибутивов между собой не очень совместимы, в частности по зависимости. Можно даже ставить пакет, подготовленный разработчиком, независимым, для вашей конкретной системы, он мог тоже что-нибудь накосячить, или просто неудобно где-то на сайте искать пакет, его отдельно все оставить, но в этих преимуществах тоже позже. Также еще есть форматы, которые стараются решать похожую задачу. Да, вот это снап такой немножко от Ubuntu, который позволяет распространять ПО в таком формате. И бывает, что ПО поставят столько в формате снап, его даже не скачать напрямую. То есть есть сайт, где такие снапы выложены. Есть для Ubuntu ПО, который позволяет их устанавливать. А как действовать с ними на других системах, не очень ясно. Но вот EPM поддерживает такую установку. Также есть популярный AppImage, который предназначен в принципе для того, чтобы его скачать под пользователем и запускать, установив на него права исполнения. Но поскольку это достаточно формализованная такая структура упаковки, можно его легко, команда EPM install, установить в любую систему. Он превратится при этом в EPM пакет, установится в систему и будет возможно работать. Вот. Что мы обычно ожидаем от приложения, которое позволяет управлять пакетами? Ну, по моему опыту, вот если есть Android, да, там есть Google Play, мы там устанавливаем, удаляем приложение. И вот такая функциональность и должна быть. То есть одно место, куда зашел, поискал, нашел нужное приложение, установил, не понравилось, удалил. Плюс еще механизм автоматического обновления, потому что когда установил много всего, обновлять каждый день 20 отдельных приложений с разных сайтов, это не очень удобно. Ну и собственно, что EPM Play умеет, я уже немножко говорил, в принципе его работа в том, что он знает, откуда скачать, это бывает нетривиально, знает, как получить, какая последняя версия. То, что скачает, он умеет распаковывать, потом упаковывать в формат для целевой системы, ну и дальше это устанавливать, обновлять, ну и в конце удалять. Ну вот пример использования. Есть, ну внизу написано, вот EPM Play и Discord пишем, и он выполняет все эти процедуры, то есть достаточно быстро. Не нужно при этом идти на вики, где написано там на два экрана, как установить дискорд, скачайте, там вините файлы, запакуйте так-то, что-то еще сделаете. Бывают разные очень длинные инструкции. До сих пор еще есть приложения отечественные, которые очень долго устанавливаются, какие-нибудь там для поддержки, ну там те же услуги какие-нибудь или еще чего-то. Ну, собственно, немножко внутри, как это устроено. Есть сам EPM Play, который все это делает, умеет скачивать. Есть EPM Pack, который умеет копаться в архивах и их преобразовывать. Есть EPM Repack, который, собственно, берет формат одного пакета и преобразует формат другого пакета, используя Alien и RPM Build, то есть на каком-то этапе собирается просто штатный RPM пакет с штатными средствами. Ну в конце такая немножко смешная штука, что EPM на стол минус-минус Repack, это то же самое, что EPM Repack минус-минус на стол. При перепаковке есть несколько проблем таких. Первое — это формирование зависимости пакета. Особенно если мы хотим задать их заранее, при этом не знаем, на каком дистрибутиве и как все это будет выглядеть. Вот Михаил Новоселов из компании Rasa, он делал уже на протяжении последних лет несколько докладов на тему дистрибутива независимых пакетов или дистрибутива независимых зависимостей. То есть есть возможность указывать зависимости в таком виде, что они будут удовлетворяться на любой системе. Вот тут посередине написано, что можно название библиотеки или X11 так вот указать в зависимостях, и она подтянется на любой системе, независимо от того, как называется пакет, в котором эта библиотека включена. Ну, так же и из команды. Указываем путь к команде, и она подтягивается. Так, немножко тут щелкать слайдами. Вот, дальше большая проблема при упаковке — это скрипты в пакете. Часто разработчики запихивают совершенно невероятные команды в скрипты, которые выполняются при установке пакетов. Эти скрипты могут лазить в домашний каталог, они могут создавать какие-то раскладывать файлы, и в общем-то такое большое зло, с которым надо бороться, и скрипты вот EPM Play с этим успешно справляются, заменяя их на свои. То есть EPM Play, там есть свои скрипты, которые выполняют что-то похожее, но они весь свой результат упаковывают в пакет, который устанавливает систему, и, соответственно, после удаления все штатно удаляется. Вот, и интересно, что в итоге мне пришлось собрать отдельный RPM Build для сборки RPM пакетов в Альте, чтобы не устанавливать на машину пользователя большой набор средств разработки, которые тянут за собой штатный RPM Build, ну и вдобавок получить один и тот же RPM Build на совершенно различных системах, потому что он такой вот ванильный RPM Build из последнего RPM, и результат его работы для цели EPM отлично подходит. Так, ну еще немножко о перспективах. Сейчас есть такая критика этого решения или неудобства в том, что перепаковка происходит на компьютере пользователя, то есть нужно скачать, перепаковать, установить. Вот, есть идея сделать такой некий сервер перепаковки, который будет предназначен для решения некоторой больше лицензионной проблемы, то есть ему будем отправлять ссылку на архив, который надо перепаковать, и он будет возвращать готовый перепакованный пакет, осуществляя как бы услугу по перепаковке. Также встречаются ситуации, когда сайт разработчика недоступен по тем или иным причинам, и вот для этого, в принципе, это уже реализовано, просто не разрекламировано. Для этого предлагается использовать IPFS, это межпланетная файловая система, при которой можно опубликовать пакеты на одной планете и на другой их устанавливать. При этом они будут по частям переданы. Вот, но в принципе там используются данные контентно-андресуемые, то есть мы обращаемся не по имени файла, не по URL, а по хэшу, условно говоря, и получаем данные, соответствующие этому хэшу, и таким образом можно развернуть свой локальный IPFS-сервер, ну, просто установить пакет с ним и запустить, либо будет по умолчанию использоваться IPFS, построенный в браузер Bravia или шлюз на Cloudflare. В некоторых случаях при локальном развертывании это все позволяет ускорить установку и превратить подмену, поскольку у нас имеется хэш и контентная индустрия. Вот. Ну, еще хотелось бы добавить преимущественный контроль публикуемых приложений, чтобы они не попадали непосредственно от разработчиков ПО пользователям при обновлении, а приходили некий контроль с тем, чтобы, ну, какой-то дополнительной проверкой, там, разработчикам могут взломать, или он может ошибиться, ну, проверить совместимость с нашей системой, такого рода. Вот. Графический интерфейс тоже страдает желать лучшего. Есть разные идеи, как его сделать, но пока мы в процессе обсуждения, как бы сделать его удобным, больше интегрировать со штатными средствами и, как бы, исключить дублирование, и в то же время, ну, с тем, чтобы это было удобно и современно. Вот. Еще есть идея, устанавливаем мы таким образом программы, изолировать от системы, с тем, чтобы, наподобие Flatpak, может быть, с тем, чтобы вот эти чужеродные, как бы, программы, бинарные, проприетарные, меньше имели возможность влиять на саму систему, там, так, ну, к сожалению, какой-то слайд у меня пропал. Ну, и все, наверное, вопросы. Спасибо за вопрос. Ну, я еще добавлю, что, да, EPM — свободный проект, он есть в репозиториях различных систем, в том числе и в Альте, есть аккаунт на GitHub, где можно присылать pull request, issue, там, готовится некая документация, как добавлять свои приложения, как бы все открыто к расширению, около 150 приложений поддерживается. В общем, люди, которым это сократило какую-то вот работу по установке, они довольны. Так. Да. Да, если происходит любая ошибка при, там, манипуляциях с пакетами, эта ошибка EPM не пишет, и в конце ошибки он всегда приписывает, а теперь вы можете пойти в телеграм-канал по такому адресу и обсудить это. Таким образом, очень хорошо, я понимаю, когда начинает прибавляться количество участников в канале, я понимаю, что какая-то бага в новом релизе. Так. Спасибо за доклад. Сразу же возникает вопрос. Слышали ли вы про такую тему пакетный менеджер Nix? Да. Просто вот то, что в планах на будущее, то, что вы озвучивали, касательно вынесенного сервера, касательно изоляции, Nix это уже реализует, то есть, по сути, оно существует. В чем фишка, которая отличает EPM от Nixa? Потому что там и пересборка пакетов в DPRPM тоже имеет место, хотя, конечно, надо ручками поработать. И вот я просто на это смотрю, и сразу же родной Nix вспоминается, такой, так, а что, а зачем? Вот такой вопрос каверзный. Зачем? Nix не поставит вам в систему пакеты в штатном формате. Вы не сможете потом штатным пакетным менеджером и манипулировать. Это будет отдельная история в отдельном каталоге, связанной вот с Nix. Ну и сам Nix я еще не упаковал в репозиторию. Да, вот просто Nix это… Есть параллели, здесь есть механизмы, которые почему так все немножко странно сделано со каким-то скачиванием, посылком. В том числе соблюдение лицензионных условий. Не все ПО, с которым тут идет работа, можно распространять другим способом. То есть нужно его получить с сайта разработчика. Есть ПО, которое в принципе скачать нельзя, и есть механизмы перепаковки, которые требуют дать скачанный вручную файл, криптопро какой-нибудь, и он перепакуется на месте, установится. В Nix ровно такой же механизм есть, нужно положить дистрибутив, его закэшировать у себя, и потом запустить… И особенно, когда Nix работает в Nix оси, там очень много всего хорошего получается, но у нас не Nix оси. Ну это понятно. Просто пункт на будущее изоляция от системы… Я смотрю на решение в Nix, стараюсь учесть все, и возможно как-то… Просто оно уже будет противоречить пункту работы через статный менеджер, как мне кажется. Это могут быть две разных ветки. Давайте потом обсудим, если интересны какие-то еще вопросы. Да, у меня маленький вопросик. Вот у тебя там на слайде было написано EPM, Play и Discord, если не ошибаюсь, и приглашение было в виде доллара. Это означает, что это команда для неправильной любви этого самого, короче, пользователя обычного. Это так? Да, можно таким образом использовать. Если настроен на суду, то он будет автоматически использоваться. Все-таки это ставится в систему, а не в домашнюю директорию пользователя. Виталий, Воронин Игорь. Вот сейчас в московских школах, ну и вообще в школах Linux распространяют на рабочих ноутбуках. Я вот с ними, со школьниками занимаюсь. Все-таки как установить… Ставлю синаптик, использую синаптик. Что, теперь я могу отказаться от синаптика и говорить, школьники, ставьте все программы через EPM. Правильно это будет? Я не знаю, какую систему вы ставите. В школах Альты, 10-е, P10. Ну, образование. EPM не для установки, в данном случае EPM Play, не для установки приложений штатного репозитории. Он для установки тех приложений, которые вы не можете поставить через синаптик. А, это дополнение как бы, понятно. И второй вопрос. Когда я в синаптике удаляю программу, файлы остаются, а в EPM, когда я удаляю пакет, файлы остаются или исчезают? EPM удаляет пакеты штатным средством, и результат будет абсолютно одинаковый. Как бы вы не удаляли. Можете поставить через EPM Play, удалить через синаптик. Никакой проблемы. Там был такой слайд, в котором было перечислено, что вообще пользователь ждет от менеджера пакетов. По-моему, там было пропущено два важных пункта, которые в принципе в обсуждении фигурировали, но там не артикулировано. От менеджера пакетов мы еще ждем того, что поставленный пакет не перетрет ничего в системе, потому что Make-in-Stall перетрет. И то, что его можно аккуратно удалить, и он исчезен, как будто бы его не было. Ничего не загадишь. И, насколько я понимаю, EPM это гарантирует для пакетов перепаковок нативное. Да, потому что это гарантирует RPM, который используется на нижнем уровне. Мы сводим все к RPM, и дальше это автоматически… А на Ubuntu вы тоже сводите к RPM? На Ubuntu, да. Скачанные пакеты конвертируются в RPM, потом RPM конвертируется в DEP и устанавливается. Понятно. Нормальный программистский подход. Пара небольших вопросов. Вот там, где у вас были перечислены такие пропелитарные приложения, они зачастую, именно как приложениями называются, они зачастую любят сами себя обновлять. Это вообще как-то учитывается, то есть при EPM? Нет, нет. Извините, мы уже на время следующего доклада заехали. Ладно. Если что-то интересно, я никуда не убегаю, можно все спросить будет. Ну, аплодисменты докладчику. Удивительная вещь, которая явно висит в истории того, чтобы поставить все, что угодно. То есть она будет залезать в репозиторию Чоколаде, она будет брать виндовые приложения, притаскивать вайн от Adersoft автоматически, она будет ломиться на форум Руборд, она будет скачивать варис автоматом совершенно. Когда приобретатель, надо просто осталось интегрировать, собственно, в этот синаптик. То есть синаптик по автоматам ставят стандарт, а если нет, и он вас вам притащил взломанное, вытащенное из репозитории Криптопро автоматом.